приветствую друзья соскучились наверное уже по распаковкам распаковка смартфона закончилось время наушников очень много было наушников но вы просили наушники сделай обзор еще 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 и поэтому обзоров наушников было много но время пришло делать обзоры и на смартфоны сегодня у нас home tom а зачем это ht17 коробочка маленькая прикольно написано что он голубого цвета у нас на самом деле мне не важно хотя металлическом выглядит прикольнее так что мы видим здесь сканер отпечатка пальцев пять с половиной дюймов 3000 миллиампер батарея класс две камеры 513 ips hd разрешением новинка кстати процессор 6737 пойди должен быть интереснее чем 6735 помощнее поэкономнее вообще всем классно внутри 8 гигабайтов оперативки один вот это вот стоит обратить внимание android шестерочка две симки и какие-то габариты которые нам не особо то интересно смартфонов home tom у меня было очень много наверно почти все версии какие только есть начал с home tom ht7 потом был ht5 ht3 короче хороший аппарат и принципе делает по моему марка дуги делает нормально местами конечно привирает но люди пользуются аппаратами людям нравится такая простая вилочка на 1 ампер обычная зарядка так кабель у нас юсб микро юсб без тайпов си всяких есть вот такой прикольный бампер бампера я люблю друзья не знаю многие говорят фигня но как бы во первых халява бесплатный бампер получается во вторых если взять мой смартфон вот у меня бампер облупился и сразу вот коцка неприятно неприятно друзья и поэтому бамперы я уважаю так на английском языке инструкция и запасная пленочка на экрану или единственное не знаю главное что она есть попробуем сразу бампер ну обычный силикон друзья ничего такого особенного не вложили вот так вот выглядит сверху разъем открыты здесь под кнопки видите выемки есть снизу разъем открытым ну и под камеру со сканером отпечатка тоже все открыто нормальный нормальный бампер хорошо что он есть комплекте как бы не надо ничего докупать от купила пара и все эти уже все есть так пленочка убираем пленку она нам не нужна так одна пленка уже есть поклеенная кстати убираем пленку со сканера отпечатка пальцев и и тут вижу ну как и подходить хлястик могли бы сделать начата не или они специально не знаю так есть убрали что я скажу друзья я скажу что он полностью пластиковый здесь конечно текстура прикольная но при текстура на самом деле вот здесь когда смотришь кажется что металл на самом деле нет никакой не металл обычный пластик так снизу микрофон сверху micro usb разъем под гарнитуру на левой части прям под пальцами очень удобно кнопочки кнопочки имеют такой мягкий приятный ход с этим все шикарно так здесь у нас ничего нет на задней части камера вспышка сканер отпечатка пальцев тоже нормально кстати удобно им пользоваться принципе на местах и прорезь под динамик на передней части у нас датчики светодиодная на есть но сейчас проверим так камера 3 сенсорные кнопки давайте его включим посмотрим а наверно закрыты я уже кстати отвык от аппаратов которые которых снимается задние крышки в которых заклеены аккумуляторы ах ты такой фирменном стиле другим так под крышкой у нас что две sim карты формат скорее всего микро и карта памяти отдельно не надо ничего выбирать так 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 батарейка у нас написано 3000 миллиампер час очень многие люди просят взвешивать батарейку сейчас мы это и сделаем пробуем батарейка 48 с половиной грамм так выключаем убираем наклейку ну может полграмма за счет наклейки хотя не думаю что даже полграмма то есть так есть разработана дизайн хамтом сделано в китае надеюсь у тот же есть не придется второй раз разбирать так включаем теперь точно заматывается конечно залапывается пленочка сильно но это не главное в аппаратах хамтом индикатор событий видим есть шикарно так тенитил логистик предустановлен ну что я скажу друзья прикольный у них лаунчер конечно это перерисованный обычный лаунчер android но все равно выглядит довольно интересно давайте русский язык android 60 до 60 настоящий 60 вот такая вот прошивочка у меня что еще русский язык проверим до language input так русские да есть всякие русские казахские все которые нужны языки все есть загрузка в режиме turbo мы уже такое встречали это когда одновременно используется 4g и вай фай наш ход к нот поддержка есть что еще они нам положили тут экран что крайне мира vision есть шикарно так яркость адаптивная регулировка яркости вай фай монитор это не интересно есть лето уведомления мы их видели звуки улучшение звука без аудио анхайсер есть что еще хранилище usb 271 мегабайт использована батарея так батареи в процентах нету к сожалению может быть следующей версии появится местоположение безопасность аккаунты настройки восстановление сброс знаете чего не вижу а есть вот система жестов скриншот по трем пальцам камеры разные давайте попробуем скриншот да есть работает скриншот тремя пальцами и я жду на самом деле жест вставляй по-моему называется смотрим так жест вставай умные жесты дважды щелкните но вот эти вот все я не использую вот эти вот е-ц и прочая ерунда можно наверное выбирать еще какое приложение будет включаться мне кажется это все лишнее вот двойной тап по экрану это действительно важно пробуем выключаем двойной тап загорелось вот это действительно круто друзья вот это ну реально нужно все остальное вот эти всякие ци рисовать и прочее это мне кажется баловство для разработчиков есть отладка по usb ну вот и все друзья из интересного что здесь выделим из интересного здесь есть интересный процессор но проверить мы его сейчас никак не можем конечно же я это протестирую в полном обзоре сравню расскажу сейчас важно нам проверить OTG OTG с версии вот привык что снизу все находится с версии 6.0 стал довольно странным возможно запилю об этом отдельное видео потому что ну не особо стало удобно им пользоваться стандартные какие-то браузеры не могут скопировать например на карту памяти вот обратно по моему можно но не очень комфортно придумали конечно такую фишку не знаю для чего это надо но работает вот OTG есть мигает если видите давайте посмотрим какие-нибудь картинки и послушаем какую-нибудь музыку вот видите отсюда я не могу музыку запустить я должен ее скопировать куда-нибудь загрузки копировать это не очень удобно друзья то есть раньше я мог сразу с карты памяти что-то запускать теперь я должен это на карту памяти там на внутреннюю память скопировать мне кажется это в шестерке перемудрили хотя может новые браузеры появятся которые смогут это делать но по умолчанию не могут а картинки дает вот музыку не дал а картинки дает так тоже не очень удобно надо каждую картинку отдельно запускать сейчас яркость посмотрим какая ну яркость нормальная стоит углы обзора ну у меня тут очень ярко сейчас сейчас попробую вот прикрыл ну углы обзора друзья хоть она отсвечивает но все равно угол обзора около 180 градусов то есть нормальные углы обзора не дает почему-то то есть видно что картинка остается нормальной а цвет это у меня цвет из-за яркого освещения и монитора монитора так ладно еще какую-нибудь картинку поставим ну что я могу сказать об экране друзья экран хороший hd разрешение пять с половиной дюймов в принципе для своей цены а цена у него порядка семидесяти долларов для семидесяти долларов вполне вполне хороший экранчик вот можете смотреть сами девушки многие спрашивают почему я использую картинки девушек а какие картинки вы хотите напишите в комментариях какие картинки лучше мне кажется на девушках наглядно все их пытаются рассмотреть поэтому нормально ну в принципе нормальный экран друзья единственное мне кажется он не блещет яркостью сейчас максимальная яркость у него вот автояркость же отключена автоповорот включен так ну вроде нет автояркость выключена ну максимальная яркость по яркости мне кажется он не особо яркий но это опять таки может зависеть от прошивки это у нас напоминаю распаковка здесь мы посмотрим как она есть я попробую найти свежайшую прошивку обновиться и в полном обзоре уже расскажу как она есть сейчас на самом деле так давайте послушаем музыку как хорошо играет динамика так и найдем здесь файл из следа ну на самом деле так ну громкость нормальная на столе конечно немножко приглушается потому что динамик сзади что мы еще друзья можем с вами рассмотреть ну единственное мне кажется что еще стоит рассмотреть фонарик кстати фонарик можем глянуть сразу ну не очень яркий но нормальный давайте рассмотрим фото как он фотографирует и наверное с распаковкой на этом закончим более подробно будет в обзоре так а неплохо сейчас посмотрим это ручная фокусировка немножечко он пересвеченный получился наручной а вот автомат друзья ну для своего ценника неплохо я конечно хорошо протестирую потом камеры похожу пофотографирую на улице в темноте мне важнее всего друзья как он фоткает на автомате то есть большинство людей они не фокусируется перед съемкой просто навел и сфотографировал то есть вот это с фокусировкой ну немножечко конечно мажет но тоже опять таки надо попробовать перепрошить его посмотреть может вышла новая прошивка вот слон нормально получился вообще все четко хотя это тоже автомат а вот здесь вот немножечко мне кажется 5000 размыто как в автофокусе так и в ручном тоже немножечко размыто ну в общем предварительное мнение такое что вроде бы неплохая камера он зачем то видите ищет вот вот это обнаружение лиц убираем может из-за обнаружения лиц он плохо снимает кстати сейчас проверим не люблю вот эти всякие улучшения обнаружения ну да смотрите тоже автомат без обнаружения лиц уже более четкая фотография ну в общем друзья протестирую это более полно в полном обзоре такой вот аппаратик если есть какие то вопросы по нему пишите в комментариях например что отдельно протестировать сканер тоже протестирован тут есть это особые его фишки кстати давайте подведем особые фишки у него интересный 6737 процессор у него есть сканер отпечатка пальцев у него хороший hd экран ну и неплохая камера как я посмотрел батарейку тоже заявили 3000 мАч но мы ее обязательно протестируем и узнаем есть ли в ней 3000 и сколько в ней есть на самом деле возможно 3000 и будет ну все друзья на этом всем спасибо подписываемся на канал ставим лайки пишем вопросы в комментариях ну в общем друзья высказывайте свое мнение комментарии для этого и созданы всем спасибо всем пока